Человек – социальное существо. Общение с людьми является важной частью нашей жизни, а взаимодействие с окружающими и связь с социумом имеет большое значение для эмоционального и психологического благополучия. Однако, несмотря на то, что мы постоянно окружены людьми, мы нередко испытываем чувство одиночества и недовлетворенность от общения. В таком случае ситуация может развиваться по-разному. Одни люди будут стремиться устанавливать новые социальные связи и поддерживать существующие, другие же посчитают правильным еще больше отдалиться от окружающих. Главный герой фильма «Стрингер» Лу Блум выбрал для себя второй путь – путь социальной изоляции. По случайному стечению обстоятельств Лу Блум становится «Стрингером» – репортером, который ведет съемку в местах происшествий и продает материалы новостным каналам. Эта профессия становится для него золотой жилой, она сулит ему большой заработок и практически неограниченный профессиональный рост. К тому же, она помогает ему заполнить внутреннюю пустоту, которая стала следствием его одиночества. Однако методы, которые Блум использует для достижения цели, хоть и помогают в карьерном продвижении, выходят за рамки морали. Герой буквально готов пойти по головам, чтобы добиться желаемого. В этом видео мы попытаемся понять, каким последствиям главного героя приводит одиночество, какими методами Лу Блум пытается заполнить внутреннюю пустоту, какими манипуляциями пользуется герой, чтобы оказывать влияние на людей, с которыми он работает, и на аудиторию, которая смотрит его репортажи. Каким образом герой меняет реальность вокруг себя. В моем сегодняшнем разборе, где мы разбираем Лу Блума из фильма «Стрингер», я хочу обратить внимание на его амбиции и способы достижения цели. Лу Блум был человеком, который понимал, как достигать успеха. Но его выбранные методы казались деструктивными. Однако существуют более доступные и современные пути увеличения своего заработка. Позвольте рассказать о проекте, который может помочь создать стабильный заработок. Этим проектом является P2P. Независимый проект, посвященный арбитражу криптовалюты P2P и в котором очень легко разобраться даже человеку, который далек от этого. P2P представляет собой телеграм-канал, созданный популярным ютуб-блогером Саней Харчевниковым и его партнером Никитой Соседом. Прямо сейчас там проходит эксперимент, в котором ребята детально показывают, как с небольшим капиталом можно заработать несколько десятков тысяч рублей. P2P арбитраж — это процесс покупки криптовалюты в одном месте за более дешевую цену и дальнейшая ее продажа в другом месте за более высокую цену с фиксацией прибыли. Телеграм-канал P2P успешно функционирует уже полгода и ориентирован на заработок в интернете и P2P арбитраж. За это время более 80 тысяч человек стали подписчиками P2P. Ребята предоставляют огромное количество полезного бесплатного материала, проводят оффлайн-встречи в разных городах, запустили собственную продукцию и провели несколько экспериментов, которые позволяют заработать большие суммы за короткий период. Согласно опросу, подписчики проекта P2P ежемесячно зарабатывают более 200 миллионов рублей на P2P арбитражи криптовалюты. Многие из них достигают доходов сотни тысяч рублей, а некоторые даже и миллионы. Если вы стремитесь стабильно зарабатывать большие деньги в сфере P2P, я настоятельно рекомендую вам подписаться на канал P2P и изучить всю необходимую информацию о текущем эксперименте по заработку и P2P арбитражу. Кроме того, предлагаю присоединиться к чату единомышленников, где уже обмениваются опытом более 18 тысяч человек. Не забывайте следить за новостями, в которых ребята подробно рассказывают о том, как начать зарабатывать крупные суммы денег с помощью P2P. Ссылку на телеграм-проект P2P я добавлю в описании. Переходите, подписывайтесь и сразу кликайте на закреп, чтобы ознакомиться с условиями проведения эксперимента по заработку нескольких десятков тысяч рублей за неделю с небольшим капиталом. И мы начинаем наш разбор. В открывающем эпизоде фильма режиссер Дэн Гилрой сразу и без всяких перекрасов дает нам понять, кого из себя представляет Лоблум. Он вор, который перебивается от торговли краденого металлолома. Очевидно, Блум проворачивает подобную схему не первый раз. Его действия методичны и спланированы. Герой уже знает, как поведет себя в этой ситуации. У него есть заготовленные для ответа фразы, которые он старается произнести максимально правдоподобно, чтобы не выдать, что он лжет. Что вы здесь делаете? Я заблудился. Тут запретная зона. Я не знал. Нет знаков. Если слова не работают, он добивается своего с помощью физической силы. Становится ясно, что чтобы получить желаемое, Блум не гнушится использовать обман, воровство, ложь и манипуляции. Именно эти методы помогут герою быстро продвинуться по карьерной лестнице. Он верит, что контроль над событиями и информацией может обеспечить его успех и стабильность, и готов принимать морально сомнительные решения ради достижения своих целей. Мы не знаем, чем Блум зарабатывал на жизнь до событий фильма. Возможно, он ушел с предыдущего места сам, был уволен или вообще не имел постоянной работы, а занимался мелким воровством. Очевидно, ему сложно находиться в среде, где нужно постоянно поддерживать контакты с людьми. Но одно ясно точно. Блум не идет устраиваться на работу обычным путем, через поиск вакансий и собеседования. Он подбирает для себя именно такие способы заработка, где нужен минимальный контакт с людьми. Такие, где людей не нужно пытаться понять и не нужно сотрудничать с ними. При этом ему нужна работа с возможностью карьерного роста. Простите, сэр. Я ищу работу. Собственно, я хочу найти работу, на которой мог бы чему-то научиться и вырасти. Работа, где он может диктовать исключительно свои условия и не пытаться найти компромисс с другими сотрудниками. Я прошу полтора доллара за медь. Тридцать за забор и двадцать за люк. Тогда продавай другим. Согласен. Доллар десять, двадцать пять и пятнадцать. Я не торгуюсь. А я думал, что да. И вот так же не устраивает ситуация, в которой ему приходится идти на уступки. Ради будущих деловых отношений я готов сбросить. Блум ищет работу, в которую он смог бы применить все свои навыки. Он демонстрирует высокую степень самоорганизации. Он способен быстро анализировать информацию и ситуацию, чтобы достичь своих целей, что говорит о его гибком мышлении. Он методичный, вдумчивый и дисциплинированный. Он быстро адаптируется к ситуации, сразу устанавливает, что ему нужно для достижения цели. Он не врет, когда говорит, что быстро учится и приобретает новые навыки. Я труженик, у меня высокие цели, и, как вы убедились, я настойчив. Он не собирается довольствоваться малым. Одним словом, он ищет свое призвание. Но для него призвание – это не любимое дело всей жизни, которым ему нравится заниматься. Мы видим, что до того, как стать стрингером, такого занятия у него просто не было. Для Лублума призвание – это занятие, где он может диктовать свои условия и делать что-то без огрядки на других людей. При этом важно, чтобы работа соответствовала его ощущению комфорта. Она не должна быть связана с другими людьми напрямую. Люди, в свою очередь, должны подчиняться ему. Распорядок дня Лублума однообразен и делится на две части. День – это время, когда герой занимается размышлениями и рефлексией. Он систематизирует информацию, планирует будущие действия, а также занимается самообразованием, изучает схемы построения бизнеса и переговорные тактики. Экранное время, когда действие происходит днем, составляет, в общем, около 20% от всего фильма. Работали в офисе? Я… Нет, что вы. Тогда откуда это? Я многому научился в онлайне. Например? Да, многому. Я весь день провожу за компьютером. Ночью Луис, как хищник, выходит на охоту и применяет полученные теоретические знания на практике. Ночь для него – более комфортное время. Меньше людей – значит, меньше незначительных контактов, только самые необходимые. Примечательно, что нам ни разу не показывают, что герой спит. Несмотря на ранее утреннее время, кажется, будто кровати никто и не подходил. Бросается в глаза болезненная худоба Луиса. Он будто постоянно голоден и непрерывно ищет чем или кем наполнить себя. Его пищей в метафорическом смысле становится идея, работа или даже другой человек. На худом лице глаза героя визуально кажутся больше, при этом его взгляд всегда прицельный и точный, как у хищника. Все детали, которые подмечает Лу, откладываются в его памяти, чтобы позже быть использованным подходящий момент, будто его глаза – это объектив, а мозг – карта памяти. У Бена Уотермана тот же золотой галстук, что и в пятницу. Судя по вашему галстуку, сегодня пятница. Он постоянно на чеку, проявляет крайнюю степень внимательности и наблюдательности. Он не отводит глаза, как это свойственно иногда делать с людям в разговоре. Ясно, но в рекламе не говорилось, что за работа. Это прекрасная возможность для счастливчиков. Ясно. Он никогда не мямлет и всегда говорит слаженно, очеканивая заготовленные фразы. Мой девиз – если хотите выиграть в лотерею, заработайте на билет. Поведение и внешность Лу Блума вместе создают эффект зловещей долины. Это эффект, при котором человекоподобные объекты провоцируют в людях-наблюдателях чувство беспокойства и тревоги. Объект, выглядящий и действующий как человек, но при этом в каких-то моментах не похожий на человека, может вызывать неприязнь и оторжение. Лу Блум, естественно, действует как человек, но его холодность и отстраненность отталкивают и настораживают. На лице Блума редко можно заметить проявление ярких эмоций. Его улыбка выглядит неестественной и натянутой. Отсылая к американскому психопату Патрику Бейтману, который на основе наблюдений вывел, в какие моменты улыбка считается социально одобряемой. Его реакции на слова других людей не всегда адекватны ситуации и не отражают тех эмоций, которые нам привычно испытывать в подобных обстоятельствах. В одной из сцен Лу как будто вспоминает, как должна выглядеть вежливая улыбка, прежде чем изобразить ее на своем лице. Я не беру на работу чертовых воров. Он абсолютно хладнокровно говорит о кровавой перестрелке, которую снял на камеру. Перестрелка. В человека стреляли несколько раз. Он лежит на земле и стекает кровью. Удивлюсь, если он выживет. Единственный момент, когда Лу проявляет хоть какие-то настоящие эмоции, это сцена с зеркалом. Хотя изначально даже это не было запланировано в сценарии, по задумке авторов Лу вообще не проявляет эмоций. Сцена Ванны была импровизацией Джейка Джилленхола. Лу Блум обладает рядом психопатических черт, таких как безразличие к чужой боли, эмоциональная холодность, манипулятивность и отсутствие совести. Эти черты могут говорить о нарушении эмпатии и моральных ограничений. Он склонен игнорировать последствия своих действий для других людей и умышленно нарушает этические нормы, чтобы достичь своих целей. Блум тщательно скрывает и подавляет свои эмоции. За счет рационализации своих действий он убеждает себя в том, что морально сомнительные поступки оправданы, так как ведут его к желаемой цели. Блума привлекла работа Стрингера, так как она полностью соответствует его потребностям. А приобрести необходимые навыки для такого дисциплинированного и вдумчивого человека не составит труда. Как правило, Стрингеры работают ночью. Для Блума это преимущество. Плюс в этой работе практически не нужен контакт с людьми, а большую часть задач можно выполнять самостоятельно. Навыки использования съемочной аппаратуры также можно приобрести самому. В этой работе есть возможности для финансового и профессионального роста. К тому же не нужно проявлять эмпатию, скорее наоборот. Нужно уметь абстрагироваться от увиденного и рассматривать его исключительно как материал. Высокоэмоциональный человек с такой работой вряд ли бы справился. К тому же есть еще один фактор, способствующий тому, что Блум комфортно чувствует себя в роли Стрингера. Он обладает повышенной реактивностью на стресс, что в свою очередь мотивирует его на поиск опасных ситуаций, в которых он может получать заряд адреналина и эмоционального возбуждения. Повышенная реактивность на стресс может быть обусловлена несколькими факторами. В их числе генетическая предрасположенность, ранние жизненные травмы и негативный опыт. Именно в ощущении опасности Блум чувствует себя живым. Он подсаживается на иглу острых ощущений, каждый раз повышая дозу, и таким образом преуспевает в роли Стрингера. Блум не проявляет ярких эмоций в общении с людьми, так как самые яркие эмоции он испытывает именно внутри опасной напряженной ситуации. А окружающая среда, в данном случае мир телевизионной журналистики, усиливает и поддерживает такое поведение. Создаются условия, где жестокие и шокирующие события становятся востребованными и ценными. Если посмотреть на быт героя, становится ясно, что он одинок. У него нет ни одного близкого человека. Его квартира будто безликая и не выражает никаких признаков индивидуальности. Обычно скромная, обставленная комната без примечательных деталей, центром которой является телевизор. Именно в отстранении от людей Лу может сосредоточиться. С одной стороны, отсутствие постоянных контактов с разными людьми может быть удобным. Никто не диктует свои условия и не навязывает свои мнения. Но с другой, избегание контактов ведет к внутренней изоляции. Что мы и видим на примере Стрингера. Герой привык к тому, что почти все может сделать сам, и ему становится труднее делить свои обязанности и достижения с кем-то. Он хочет присвоить все себе, найти себе не равноправных партнеров, а подчиненных, которые не будут задавать лишних вопросов. Могу сказать по опыту, что ваше продвижение по карьерной лестнице целиком зависит от правильного выполнения моих приказов. Он потерял способность видеть в людях личностей со своими потребностями и эмоциями. Часто Блум вступает в контакт со свидетелями или жертвами происшествий, чтобы получить сенсационные кадры. Теленовости. Что произошло? Стреляли. В этом процессе он перестает воспринимать их как индивидуумов, со своими эмоциями и переживаниями. Он игнорирует тот факт, что жертва может быть в данный момент испытывать страдания. Для него люди — объекты для получения информации. Такое отношение к ним облегчает Блуму совершение моральных поступков. Он отчуждается от человеческой стороны ситуаций, с которыми сталкивается. Не снимай это, приятель. Он один из нас. Уже нет, Рик, мы профессионалы. А он товар. К тому же Блум крайне требовательен и не прощает ошибок ни себе, ни, в особенности, другим. А то, что следующие три недели на скоростной полосе пятой будет стоять переносная конструкция. Учитывая это, я ожидал, что ты выведешь меня со второй на сто первую и затем со сто десятой на десятую. Половина с одной, еще шесть с другой. Полдюжины с одной и шесть с другой. Я бы хотел, чтобы ты признался, что не читал памятку. Блум отталкивает от себя людей. Возводит вокруг себя стену, через которую он проходит только если ему это надо. В одиночестве он наиболее продуктивен. А контакты с людьми – это не способ эмоциональной разрядки, а метод достижения целей. Конечно, одиночество не всегда зло. Существуют ситуации, когда действительно важно остаться наедине с собой. Но одиночество и уединение – это не одно и то же. В уединении человек выбирает какое-то время побыть самим собой, чтобы позже вновь вернуться к общению. Однако, если человек на протяжении долгого времени лишен необходимого общения и жизненных впечатлений, у него могут возникнуть проблемы психологического характера. Причем они проявляются на физиологическом уровне и влекут за собой изменение активности мозга. Нейробиологи в своих исследованиях заметили, что при продолжительной социальной изоляции активизируется менделевидное тело – часть мозга, которая отвечает за формирование страха. В результате люди, постоянно испытывающие одиночество, также постоянно испытывают страх, что ведет к низкому уровню доверия к людям. Социальная изоляция привела Стрингера к ситуации, в которой его уровень доверия к людям на нуле. А если моя проблема не в том, что я не понимаю людей, а в том, что они мне не нравятся? Это, в свою очередь, ведет к тому, что Блум выстраивает с окружающими не искренние отношения, а искусственные. На других людей Лу Блум смотрит не как на личности, а как на некий набор навыков и свойств, которые он может использовать по своему усмотрению, если выставит себя в нужном свете. Блум стремится поставить себя выше собеседника, а не хочет быть с ним на равных. В диалоге с Джо Лу осознает, что не обладает рядом преимуществ, которые есть в распоряжении у конкурента. Хочу, чтобы ты сел во второй фургон. Две команды? Перекроем половину пространства. И оплата в два раза больше. Потому что мы всегда будем первыми на месте. Воспользуешься моей журналистской карточкой. Моими связями в полиции. Спасибо за ваше щедрое предложение, но работа на себя больше соответствует моим навыкам и карьерным целям. Блум отказывается не только потому, что не хочет подчиняться. Своим отказом он возвышает себя над собеседником, пытается показать, что несмотря на явные преимущества конкурента, он все равно сможет обогнать его в профессиональной гонке. Хотя со стороны Блума это звучит самонадеянно, ведь он пока не настолько влиятельный и опытный, как его оппонент. Но чтобы возвыситься над собеседником, хотя бы искусственно, Лу сообщает, что выбирает не путь сотрудничества, а путь борьбы. Мне так хочется взять вас за уши и прокричать прямо в лицо. Меня это ни капли не интересует. Но вместо этого я поеду домой и займусь бухучетом. Блум настолько подавил эмоции в себе, что и в других он не видит или не хочет видеть их проявления. Он кричит на себя в зеркале, так как в этот момент его никто не видит. Но в ситуации общения с кем-либо он не позволяет эмоциям брать над собой верх. Вместо этого он использует какую-нибудь переговорную тактику, которую узнал в процессе самообразования. Многим из нас хотелось бы научиться контролировать эмоции. Людям свойственно иногда в состоянии эмоционального возбуждения совершать ошибки и жалеть о них. Но исключать эмоции из жизни полностью не меньше ошибка. Время от времени действительно полезно отключать эмоции, если они тормозят решение проблемы. Но когда человек поступает так слишком часто, остаточные эмоции накапливаются и рано или поздно дает о себе знать. В ситуации Лу Блума это привело к тому, что у него сформировалась система, в которой ни он, ни другие люди не должны проявлять эмоции. Каждый должен руководствоваться только собственной выгодой. А в идеале – лишь обслуживать интересы главного героя, не выдвигая собственных. Нарочитая вежливость Блума – это лишь стратегия, а не искреннее чувство уважения к собеседнику. Для Блума каждый диалог с человеком – это переговоры, в которых у него только одна цель – услышать и получить желаемое. Сначала он отачивает навык на мелких сошках, будь то охранник или продавец в магазине. Далее Блум понимает, что ситуация, в которой он торгуется, для него невыгодна, потому что цену устанавливают другие люди. И тогда он решает стать боссом, чтобы диктовать свои условия. «Я занимаюсь успешным телевизионным бизнесом. Мы снимаем сенсации». Блум искусственно повышает свой статус, делая себя начальником компании, которой по факту еще просто нет. В таком положении именно он устанавливает правила. Но так как он не является представителем официальной компании и ни на кого не работает, эти правила могут быть какими угодными. В отношениях со своим подчиненным Риком Лу хочет получить человека, который будет выполнять его приказы за небольшую плату. «А сколько будете платить? Это стажировка. Я даю вам шанс сделать карьеру, изучить мою организацию. Мне нужна работа, за которую сразу платят хотя бы немного. Я заплачу вам 30 долларов наличными за ночь». Он ставит помощника в крайне неудобное положение. Работа опасная, трудоемкая, оплата при этом низкая. Блум хочет максимально дорого продать возможность работать в его еще не существующей компании и максимально дешево купить рабочую силу. Рик, в свою очередь, находится в отчаянном положении. Ему нужна хоть какая-то работа. «Мне нужна работа. Готов делать что угодно. Это я. Наймите Рика». Таким образом, Рик изначально находится в позиции просищего, как когда-то в такой позиции был сам Луис. «Простите, сэр. Я ищу работу. Собственно, я хочу найти работу, на которой мог бы чему-то научиться и вырасти». Для Блума такой сотрудник — идеальный кандидат. Человек, который будет готов на что угодно, лишь бы заработать хоть какие-то деньги и думать, что получил уникальную возможность работать хорошей компанией. Сдавая Рику вопрос о его опыте работе и прося его продать себя, Лу как бы создает Рику некие препятствия в получении работы. «Ситуация такова. Я потерял сотрудника и провожу собеседование для его замены». Когда Рик эти препятствия преодолевает и получает работу, ему кажется, что он получил желаемое, хотя он с трудом представляет, чем именно будет заниматься. Таким образом, Лу манипулирует своим ассистентом, создавая вокруг себя представление о будущем неминуемом успехе и заставляя Рика ценить то, что досталось ему с трудом. Лу сам полностью погружен в работу и требует от сотрудника такой же отдачи, чем кажется вполне логичным для руководителя. Но хороший руководитель вряд ли будет стремиться ограничить свободу своего подчиненного, как это делает Луис. Он каждый раз повышает ставки, выдвигая большие требования, но не повышая за это оплату. К тому же, как руководитель, Лу не прощает ошибок. «Я потерял 5 долларов на бензин, добираясь сюда. Или ты думаешь, это ерунда?» Лу легко удается соответствовать собственным завышенным требованиям, так как работа — его единственный вид деятельности, который, к тому же, заполняет его внутреннюю пустоту. Плюс, как мы уже упомянули ранее, он лишен почти всех эмоций и переживаний, что позволяет ему выполнять работу подобно роботу, который не знает страха, волнения или усталости. Но Рик не такой. Он не лишен эмоций, и ему трудно справиться со стрессом. Но он в безвыходной ситуации. Если он уволится, ему придется снова искать работу, и неизвестно, насколько это затянется. Рик становится заложником Луиса. То, как Луис выстраивает рабочие отношения со своим ассистентом, ярко показывает нам проблемы современной корпоративной культуры, где от сотрудника требует владения большим количеством навыков, а также стрессоустойчивость и преданность компании, и не всегда за адекватную ставку. В такой системе идеальным считается работник, у которого нет личной жизни, эмоций и переживаний, и который беспрекословно, как робот, выполняет приказы, заботясь не о себе, а об успехе компании, которая в случае ошибки может избавиться от него в любой момент. При этом Лу утверждает, что самое главное в отношениях — это способность договориться. Они провели исследование и выяснили, что в любой системе, которая полагается на сотрудничество, залог успеха лежит в правильной коммуникации. И Лу действительно хорошо освоил коммуникативные методы и переговорные тактики. Но его подход к общению лишен самого главного — искренности и уважения. Цель успешной коммуникации — наладить долгосрочные устойчивые партнерские отношения. Лу же, применяя коммуникативные приемы, не ставит перед собой такой задачи. В его понимании успешная коммуникация — это ситуация, в которой выполняют только его приказы и обслуживают только его интересы. В этом и заключается искусственность его отношений с людьми. Он не хочет действительно крепких партнерских отношений с кем-то. Даже нанимая в будущем новых сотрудников, он так и останется одиночкой. В итоге пленник этой ситуации, Рик, постоянно подвергается манипуляциям Луиса, который кормит его пустыми обещаниями. Ладно, а когда я получу повышение, ты продолжаешь говорить о моей аттестации. А когда она пройдет? Я уже три месяца надрываю задницу каждую ночь. Я устал от твоих обещаний заплатить, чувак. Неспособный дать отпор этим манипуляциям, Рик в итоге платит за это жизнью. Лу намеренно лжет напарнику, говоря, что преступник погиб. Он мертв. Сними его. Таким образом, Лу избавляется от сотрудника, который стал просить слишком много. Ты его видел? Я не мог подвергать опасности успех моей компании из-за ненадежного сотрудника. Для Луиса это ничего не значит. Рик был расходным материалом, к которому он изначально и не относился как к человеку. Подобным образом Лу обходится и с Ниной. Для него она исключительно возможность продвижения. Хотя он, чтобы втереться в доверие, не заявляет об этом сразу напрямую. Сначала он стремится показать Нине, насколько она значима для него, чтобы установить связь. Я только начинаю, поэтому похвала от такого человека, как вы, дорогого стоит. Правда, отлично. Спасибо, Нина. Ваше мнение много значит для меня. Затем он пытается привязать ее к себе, сделать ее зависимой от того, какие материалы он приносит. Проявляй инициативу, лучше всего закрепить за собой место, ставь необходимым сотрудником. Лу уже проявил себя как человек, который может быстро раздобыть сенсационный материал. А то, что Нина дает в эфир, напрямую влияет на сохранность ее должности. В итоге Луис становится для нее сотрудником, который непосредственно влияет на ее работу. Ты знал, как важна эта неделя. А это дерьмо погубит меня. Я продала тебя наверх, как спасителя рейтинга. И должна начинать новости с чертовой поножовщины. Мне нужно то, что ты пообещал, твою мать. Затем он пытается завязать с Ниной романтические отношения также искусственным путем. Ему нужно это не потому, что она действительно ему понравилась, а потому, что так у него будет больше рычагов давления. В сцене, где Луис приглашает Нину на свидание, видно, насколько детально он изучил ее, прежде чем сделать ей такое предложение. Спасибо, но я занята. Суббота у вас выходной, верно? Он понимал, что Нина может отказаться. И предусмотрел, какой рычаг давления использовать в такой ситуации. Я не хочу это испоганить. А что, если отказав, вы испоганите? Что ты хотел этим сказать? Я ничего не сказал. Нина, в свою очередь, изначально к такой ситуации была не готова. Поэтому, казалось, застегнутой врасплох. Имея возможности отразить манипуляцию, она была вынуждена согласиться на свидание. Но и само свидание для Лу – это еще один этап на пути продвижения карьеры. Он пригласил Нину, чтобы дать ей понять, что без него она потеряет работу. Могу лишь представить, как увеличатся ваши потребности в следующий период рейтинговых оценок. Многим бы хотелось научиться всегда быстро и находчиво реагировать на манипуляции со стороны окружающих. Люди не всегда манипулируют другими из плохих побуждений. Иногда они просто не знают другого способа донести свои мысли. Но успешно отражать манипуляции всегда попросту невозможно. Во-первых, манипулятивные техники крайне разнообразны, и их изучение занимает много времени. Во-вторых, наше восприятие не всегда точно и иногда искажено из-за внешних или внутренних факторов. Мы можем быть подвержены эмоциональному влиянию, предвзятости или просто не замечать манипулятивные приемы, которые используются против нас. К тому же постоянно быть на чеку и ждать момента, когда кто-то применит манипуляцию, чтобы ее отразить слишком энергозатратно. Особенно в ситуации, когда с человеком сложились определенные доверительные отношения, как у Нины с Луисом. Он намеренно установил с ней такие отношения, чтобы усыпить ее бдительность. Его манипуляции спланированные и изощренные. Именно поэтому Нина не была готова к такому повороту и стала очередной жертвой Блума. Крайне сложно тягаться с соперником, который досконально изучил ее. Ты грозишься перестать продавать материал? Это ваш выбор. В фильме это не показывается напрямую, но и слов Блума становится ясно, что он использует Нину еще и для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Последнее, Нина. Я хочу, чтобы вы делали все, что я прошу. Когда мы останемся наедине в вашей квартире. И не так, как в прошлый раз. Помимо давления на людей, с которыми Лу работает, он также старается оказывать влияние на своих конкурентов, чтобы выдавить их из рабочей среды. Сначала Луис просто игнорирует других стрингеров, но позже понимает, что они представляют угрозу его карьерному росту. Другой стрингер успел заснять резонансное происшествие быстрее Луиса. Привет, братан. Пять трупов. С воплем рухнули с неба. И тогда Луис решает вывести его из игры. Для этого он повреждает его автомобиль, что приводит к аварии. Блум буквально готов нанести человеку значительный физический урон, чтобы выйти из ситуации победителем. Но при этом он делает это изощренным способом. Так, чтобы это все выглядело как случайность, к которой он не причастен. Как они умудрились врезаться в фонарь? И с одной стороны, упорствует ли устремленность Луиса может вызвать восхищение. Он вкладывает все силы в развитие своего бизнеса. Причем не просто для того, чтобы разбогатеть, а чтобы стать профессионалом в своем деле. Заработанные деньги Лу покупает недорогую одежду или аксессуару, новую машину, более быструю, чем его прежняя. Так как скорость играет решающую роль в его деле. Он делает инвестиции в свой бизнес, чтобы он мог развиваться и дальше. Но с другой стороны, Луис стремится создать вокруг себя стерильное поле, где все беспрекословно выполняют приказы и у него нет конкурентов. В реальной жизни создать такое пространство вокруг себя крайне сложно, если невозможно. Но Луис прикладывает к этому так много сил, что в конечном счете ему это удается. Он проявляет качества, которые в целом считаются положительными. Дисциплинированность, напористость, трудолюбие, смелость. Но то, как оборачиваются эти его качества для других, окрашивает их в темные тона. У него нет цели действительно понравиться, завоевать уважение. Ему все равно, что о нем подумают. Он настолько искусный манипулятор, что ему крайне трудно противостоять. И манипулирует он не только непосредственно близким окружением, но и телевизионной аудиторией. Лу Блум попадает в мир, где важна сенсация. Он показывает нам изнанку этого мира, и при этом сам расцветает в нем, так как его навыки в области манипуляции там востребованы. Причем сенсация — это не просто преступление или происшествие. Мы любим преступления, но не все. Например, угон машины в Комптоне. Это не новость. К сенсации выдвигается ряд требований. Важно показывать зрителям что-то шокирующее, поражающее своей жестокостью, пугающее. Наши новости — это бегущая по улице, плачущая женщина с перерезанным горлом. Также сенсация не должна быть одноразовой. Она должна выстраиваться в цепочку уже произошедших событий, создавая таким образом некий сериал. Надо каждый день такое давать. Люди завтракают. И будут говорить об этом на работе. Свяжем с угоном машины в прошлом месяце в Глендейле. Причем неважно, связаны эти события или нет. Главное — выставить их в таком свете, чтобы подсадить зрителей на информационную иглу и повысить рейтинги. Такому методу подачи информации Луис как раз учится у Нины. Именно она предоставляет ему ключ к его пониманию успеха. Она не была способна отразить хитроумные манипуляции Луиса по отношению к себе, но опыт по манипулированию общественным сознанием у нее точно есть. Благодаря Нине Луис понимает, каким образом он станет для нее незаменимым сотрудником. Луис начинает карьеру Стрингера с простой репортажной съемки, где он снимает все так, как оно произошло. Просто фиксирует на камеру само событие или его последствия. Но потом, оказываясь на месте происшествия, он не просто фиксирует реальность, он и вносит в нее изменения. Сначала эти изменения незначительны. Например, Луис меняет местами фотографии на холодильнике. Возможно, даже сами владельцы не обратили бы внимания на эти едва заметные изменения. Но мы уже видели, насколько далеко готов зайти Луис, чтобы добиться своих целей. И в следующий раз он передвигает труп погибшего мужчины на свет, чтобы кадр получился более зрелищным. Хотя это действие со стороны Луи неправомерно, ведь оно может помешать раскрытию преступлений и ходу следствия, но именно этот момент становится для Луиса решающим, так как он осознает, что к успеху его приводят не только манипулирование людьми, но и манипулирование самой реальностью. Поведение Луиса в этой сцене откровенно аморально. Но в этой сцене мы видим мир не собственными глазами, а искаженным взглядом Луиса. Для него именно это настоящий успех. Он ощущает собственный триумф, когда ради удачного кадра меняет истинное положение вещей. Это подчеркивает музыка, звучащая в этой сцене. Прислушайтесь, и вы почувствуете, что жизнерадостная музыка резко контестирует с происходящим ужасом на экране. Теперь Луис манипулирует не только с помощью слов, но и с помощью визуальных образов. Он моделирует ту реальность, которая создает сенсационное событие, которую он может снять и продать подороже, так как на эту у телекомпании есть спрос. К сожалению, такое манипулирование информации имеет место не только в реальности фильма. Далеко не все, но многие, особенно крупные СМИ, нередко раздувают из мухи слона, чтобы вызвать общественные резонансы и повысить рейтинги. К примеру, в 1997 году в Гонконге было выявлено несколько случаев заражения птичьим гриппом у людей. Все люди были работниками птицефабрик и имели непосредственный контакт с зараженными птицами. Однако в СМИ быстро распространились заголовки о новой надвигающейся эпидемии птичьего гриппа. Вместе с этой информацией среди людей распространилась и паника. В результате многие люди начали принимать экстремальные меры предосторожности, избегали контактов с птицами, носили маски и дезинфицирующие средства, даже в отсутствии прямой угрозы. С течением времени стало ясно, что риск передачи птичьего гриппа от птиц к человеку оказался гораздо ниже, чем изначально предполагалось. Вероятность заражения действительно есть, но она не настолько велика, чтобы говорить о пандемии. Эта ситуация демонстрирует, как широкое освещение и неконтролируемая интерпретация новостей могут вызвать панику, даже когда риск на самом деле невелик. Подобные манипуляции стали настолько распространенной практикой, что простому человеку становится все труднее отличать правду от искажения. Грани между объективной реальностью и манипуляцией стираются. На телевидении все выглядит реальным. Масс-медиа стали не только информационным транслятором реальных событий. Они сами производят реальность, не отражают действительность, а симулируют ее. Когда информации становится слишком много, люди перестают разбираться в ее смыслах. Один человек просто не способен адекватно воспринимать такой большой объем материалов. В итоге становится трудно обрести истину. Информация перестает восприниматься и начинает потребляться. В такой ситуации целостность восприятия реальности осложняется, поскольку в условиях огромного количества информации между мышлением и действиями человека встают технологии, которые отделяют одно от другого. Данная ситуация является идеальной средой для манипуляции. Лу Блум очень быстро это осознал и стал этим пользоваться в своих целях. Луис в своих действиях стремится не только вызвать эмоциональное переживание у зрителей, но и заставить их продолжать смотреть его собственный пугающий сериал. Для этого он моделирует будущее сенсационное событие еще до его начала. Он проникает в дом, где были убиты несколько человек. Попутно ему также удается снять грабителей, совершивших преступления. То когда к Луису приходят детективы, он не предоставляет им видеоматериал, который мог бы помочь в расследовании. Ему это невыгодно, потому что в случае раскрытия преступления тот сериал, который он моделирует, закончится. Надо позвонить копам. Позвоним в свое время. Вместо этого он выслеживает преступников, и только подобрав удачный ракурс для будущего кадра, вызывает полицию. Кажется, они с оружием. То есть подозреваемые вооружены. Полагаю, что да, извините, я должен уйти, иначе они меня заметят. Действие Лу провоцирует перестрелку, в которой гибнет полицейский, и начинается погоня с аварией. Возможно, без вмешательства Лу в эту ситуацию все сложилось бы по-другому. Может быть, позже преступники бы сами себя выдали и были бы арестованы, не нанося урон полицейским и свидетелям. Лу не просто следил за реальностью и фиксировал ее, он создал собственную. Самое страшное то, что об этом никто никогда не узнает. Единственным свидетелем манипуляции Луиса был Рик, но он погиб. А у полицейских нет достаточных доказательств, чтобы выдвинуть Луису обвинение. Все, что вы сказали, вранье. Жаль, что моего напарника нет здесь, чтобы он подтвердил. Вы бросили мертвого напарника. Приехала скорая, они обученные профессионалы. Он умер, занимаясь любимым делом. Вы снимали, как он умирал. Стремление Луиса имитировать реальность и выдавать подтасованные факты за правду продолжает культивироваться со стороны Нины. Выясняется, что убийство нескольких человек в доме не было связано с другими похожими инцидентами. На самом деле преступники намеревались украсть наркотики, которые хозяева хранили дома. Но Нина отказывается освещать правду. Кокаин в пакетиках, спрятанный в полустене, 25 кило. Это не было вторжением в дом. Это была кража наркотиков. Да и в 9-часовых новостях. Это срочно. Это умолит нашу историю. Это и есть история. История — это жуткое преступление в пригороде. Вот история. Но стремились бы Нина и Луис выдавать ложь за правду и представлять события в ужасном свете, если бы не пытались угодить аудиториям? Зрители, которые смотрят новости, и сами хотят подобных историй. Это доказывают рейтинги шоу, которые растут. Они падают вместе с тем, как растет уровень жестокости освещаемых событий. Зрители в каком-то смысле сами позволяют телевизионщикам подсадить себя на иглу насилия и становятся невольными соучастниками жестокости. Производители новостного контента также зависимы от рейтингов, и поэтому раздувают истории. Лу и Нина, в свою очередь, лишь обслуживают интересы зрителей и являются продуктами общества, в которой успех телепередача зависит не от объективности, а от сенсационности. Потребность людей в просмотре новостей очевидна. Каждому из нас хочется быть в курсе актуальных событий. Иногда знание о каком-то инциденте или происшествии может уберечь нас от повторения трагической ситуации. Чтение и просмотры новостей также удовлетворяют потребность в контроле и безопасности. Следя за новостями о преступлениях, люди могут ощущать, что они получают информацию о преступной деятельности и угрозах в своем окружении, что помогает им оставаться более бдительными и чувствовать себя защищенными. Журналисты стремятся освещать события объективно, но некоторые такие, как Лу Блум, стремятся получить сенсацию, и иногда это приводит к тяжелым последствиям. Принц Гарри и Меган Маркл чуть не попали в ДТП из-за того, что за ними два часа гонялись папарацци на шести автомобилях, пытаясь раздобыть о них какой-нибудь сенсационный материал. В этой ситуации обошлось без жертв, однако этой погоней и преследователи, и преследуемые создавали опасные ситуации на дороге, жертвой которых могли стать невинные люди. Стоит помнить и о том, что в мире новостей существует высокая конкуренция, где разные СМИ стремятся первыми осветить какую-то новость. Это, в свою очередь, влечет за собой постоянное состояние соперничества. Материал недостаточно просто раздобыть, за него надо бороться. Система производства телевизионного контента жестока, но фильм не стремится критиковать эту систему. Он в мельчайших подробностях показывает, как этот мир устроен и в каких условиях мы существуем сейчас. Но основное внимание уделяется не самой системе, а герою, который, оказавшись внутри этой системы, по-настоящему расцветает как успешный предприниматель. Будучи одиноким человеком и голодным на ощущение впечатления, он ищет что-то, что могло бы заполнить его внутреннюю пустоту, и он охотит свое место в мире производства сенсаций. В нем заложены охотничьи инстинкты, востребованные в этой профессии. Он жадно хватает все, что связано с сенсациями, и манипулирует информацией в своих интересах. Его страсть подпитывают такие же хищники, как Нина, и такая аудитория, которая каждый раз хочет продолжения истории. Луис видит, что система поощряет его старания, и готов в каждый следующий раз предоставлять еще больше сенсационного материала, постоянно поднимая ставки. Оплата его труда повышается, повышается его влияние в этой области. Теперь у него есть средства, чтобы нанять сразу нескольких сотрудников и иметь нескольких фургонов. Как и в случае с Риком, он обещает своим работникам недостойную оплату, а престижную карьеру в крупной компании. То, что вас отобрали в новостную видеопродукцию, говорит о признании ваших выдающихся личных качеств и удачном трудовом стаже. Надеюсь, что благодаря усердному труду и преданности вы пройдете программу стажеров и продолжите карьерный рост уже полноправным членом компании «Новостная видеопродукция». Мы уже знаем, как Лу обращается со своими подчиненными, и нет оснований полагать, что с новыми сотрудниками он будет вести себя иначе. Но уверяю вас, я не прошу ничего, чего не смог бы сделать сам. Говоря эту фразу, Лу стремится успокоить сотрудников, но, завидите ли, эта фраза может пугать. Ведь мы знаем, что нет ничего, что Лу не сделал бы, чтобы добиться нужного результата. Он не остановится ни перед чем и совершит любой моральный поступок для сенсационного кадра. В коммуникации Блума не волнует человеческая сторона вопроса. Его не интересует, что о нем подумают. Ему нетрудно быстро подобрать подходящий ответ, так как в его арсенале большое количество заготовленных фраз, которые лишены эмоций и направлены лишь на выполнение какой-то функции. То в обычной жизни нам может быть сложно найти общий язык с людьми, подобрать тему для разговора и нужным образом сформулировать свои мысли. Многих волнует вопрос, как стать интересным собеседником и развить навыки коммуникации, чтобы выстраивать долгосрочные и надежные отношения. Об этом можно узнать в рамках курса «Контакт». Курс подойдет тем, кто хочет усовершенствовать свои коммуникативные навыки, повысить свою ценность как личности и стать увереннее в общении. В ходе курса вы узнаете, какие основные факторы влияют на коммуникацию, как начать диалог и произвести благоприятное впечатление. И в конце концов, как сформировать доверие собеседникам и сделать разговор интересным и увлекательным. Всего в курсе 12 уроков, а первый урок бесплатный и доступен абсолютно всем. За подробностями переходите по ссылке в описании и при желании начинать проходить курс. Фильм «Истрингер» в центре истории находится человек, который готов на все ради достижения своих целей. Все свое время он посвящает профессиональному росту. Его личностным качествам, таким как дисциплинированность, упорность и усидчивость, могли бы позавидовать многие. Лу Блум – отличный работник и ценный сотрудник. Но при этом крайне жестокий и опасный манипулятор, использующий навыки коммуникации не для налаживания контактов, а для создания пространства, в котором все подчиняется его приказам. Изначально Блум не занимался чем-то значительным, но он упорно искал то, чем он мог бы наполнить себя. Одиночество и ощущение внутренней пустоты толкают его на все более жесткие поступки. Чтобы утолить голод, он пожирает вокруг себя все. Идеи, работу, окружающих людей. В итоге он приходит к своей цели. Он создает среду, в которой успех других зависит от него. А конвейерная система производства сенсации поощряет его за его старания. В системе ценностей Лу Блума не учитываются интересы и потребности окружающих. Для него люди – расходный материал, от которого можно легко избавиться, если он перестал быть полезным. Его напускная вежливость и дружелюбность – это маска, за которой скрывается отвращение к людям. Его манипуляции настолько тщательно спланированы и отточены, что им практически невозможно дать отпор. Манипуляция распространяется не только на поведение людей, но и на реальность, которую Блум конструирует в выгодном для себя свете. Авторы фильма позиционируют Стрингера как историю о достижении успеха. Но после окончания истории стоит вопрос. Как долго Блум сможет удерживать успех, который основывается на аморальной беспринципности и жестокости? Стрингер действительно добивается своих целей, но моральные сомнительные поступки наносят ущерб и окружающим, и ему самому. Мы видим, что Блум ценит деньги, влиятельность и власть в своих руках больше, чем искренние человеческие отношения. И просмотр фильма о таком работоспособном и целеустремленном, но в то же время крайне жестоком и безжалостном человеке как Лук Блум дает нам возможность самостоятельно сделать вывод о том, какие жизненные ценности стоят выше. Коресть и успех за любую цену или этичность, человечность и социальная ответственность. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках и быть ножак впереди. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!